Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы вновь рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Ценам на нефть удалось обрести второе дыхание после публикации отчета от Американского Института нефти. Согласно его отчету, запасы сырья в американских нефтехранилищах за неделю сократились на 5 млн 121 тыс. баррелей. Осталось дождаться официальных данных от Министерства энергетики, которые могут лишь подтвердить оптимистичные прогнозы. Трейдеры наглядно воодушевились, так как котировки североамериканской нефти оттолкнулись от минимальной позиции 63,40 доллара за баррель. Сейчас цена располагается чуть ниже уровня 64 долларов. Между тем, нефть марки Brent также покинула минимум среды вблизи уровня 68,60 доллара за баррель. Положительная тенденция для котировок североморского черного золота возникла после сообщения о возможных перебоях поставок сырья из Нигерии. К таким выводам эксперты пришли после того, как одна вооруженная группировка предупредила о своем намерении напасть на нефтяные объекты страны. Этот фактор всегда являлся для рынка нефти сигналом к наступлению быков, что поддерживало не только цены на сырье, но и валюты сырьевого блока. Правда, сегодня ситуация несколько другая. Так, к примеру, пара доллар США против российского рубля продолжает торговаться на максимальных позициях вблизи уровня 56,70 из-за восстанавливающегося доллара США. Стоит также обратить внимание на канадскую национальную валюту. Пара USDCAD торгуется вблизи отметки 1,2440. И если бы не нефть, то, как отмечают валютные стратегии, национальная валюта страны кленового листа и вовсе бы сдалась своему конкуренту. Ослабление КАДи обусловлено опубликованным протоколом Банка Канады по денежно-кредитной политике. Регулятор принял решение повысить процентную ставку до уровня 1,25%. Однако сопроводительное заявление вернуло участников рынка с небес на землю. Было отмечено, что в ближайшее время Центробанк страны будет воздерживаться от изменений курса монетарной политики. Поэтому, по мнению аналитиков, канадский доллар вернулся под влияние нефтяного рынка. В случае, если инвесторы останутся довольны содержанием отчет от Министерства энергетики США, то пара USDCAD против канадского доллара может продемонстрировать нисходящую коррекцию.